Думаете, что гнутая колонна – это хитрый дизайнерский прием? Не, на прошлой неделе она была прямой, а это первый этаж семиэтажного здания. Кажется, лучше в это здание больше не заходить. Ну подумаешь, ну рассыпались таблетки, с кем не бывает. Но самый смак в том, что это успокоительное. Кажется, сегодня оно не поможет. Мужчина переехал в новый регион и не мог понять, на какое из цветущих растений у него аллергия. Когда сделал тест, стало понятно, что аллергия вообще на все. Привет, с вами канал Фактория. Вот все-таки умные люди работают в компании Apple. Придумали специальный трекер для потерянных вещей. Вот только человек потерял его сразу же после покупки, даже не успев распаковать. Надеюсь, этой птичке дали какую-нибудь награду за снайперскую меткость. Потому что так удачно попасть в стаканчик с кофе, это надо было постараться. Многие мечтают жить с прекрасным видом на поле для гольфа. Но при этом мало кто задумывается о побочных эффектах от такого соседства. Неумелые игроки то и дело будут отправлять мяч прям вам в окно. Наверняка вы тоже видели что-нибудь веселое или необычное. Тогда обязательно присылайте свои фотографии по ссылкам в описании, и мы посмотрим их вместе. Утром парень торопился на работу, сильно хлопнул дверцей холодильника, отчего с грохотом упала бутылка вина. А он от испуга выронил и разбил свою чашку с кофе. Отличное начало дня, не поспоришь. Когда человек катался на карте, у него из кармана выпал телефон и застрял прямо над асфальтом. Пока он доехал до финиша, телефон успел изрядно истереться о дорогу. Вот, казалось бы, всего лишь дерево. Ну, на что одно дерево может повлиять? Однако, вид из окна до и после того, как его спилили, сильно отличается. Человек четыре года экономил на всем, чтобы купить себе БМВ. Он проездил на машине ровно три дня, после чего в фару новехонькой машины прилетел кусок железа, отскочивший от дороги. Прежде чем поливать мороженое карамельным соусом, стоит к нему внимательно присмотреться. Возможно, в нем появился топпинг из насекомых. Ну, подумаешь, снег лежит на улице. Что такого? А то, что человек пошел утром на работу в шортах, потому что на градуснике было 24 градуса тепла, а теперь ему предстоит закаливание по пути домой. Знаете, нужно во всем искать позитив. Если пока вы готовили ужин, стеклянная крышка разбилась и упала прямо в соус, значит, пора проверить, насколько хорошо готовят в ближайших доставках. Человеку пришел штраф за превышение скорости. Дело обычное, вот только машина в этот момент ехала на эвакуаторе. Прежде чем раскладывать диван, убедитесь, что ваш телефон не застрял где-нибудь между подушками. А то его хруст – это последний звук, который вы от него услышите. С тем, что птицы гадят на лету на окна, все уже смирились, но эта умудрилась забрызгать даже кровать. Просто немыслимое коварство. В который раз призываю – хорошенько кормите своих питомцев, потому что иначе любимый котик может прокусить ваш монитор. Честное слово, покормить вышло бы дешевле. Девушка вышла на пять минут в магазин, а когда вернулась, обнаружила проломленную стену дома и чью-то машину в собственной спальне. Вот это ей повезло или не повезло, как считаете? Чудесный вид на реку с балкона собственного дома. Вот только еще три часа назад эта река была дорогой. А так, в целом, красиво, да. Три часа ночи – весь дом спит, а парень хотел просто выйти из своей комнаты, чтобы добраться до туалета. Однако у дверного замка были грандиозные планы на эту ночь, и он решил его не выпускать из комнаты до рассвета. Народная мудрость. Если ребенок разбивает телевизор в первый же день на изоляции, значит, за время сидения дома вы успеете узнать много других занятий вместо просмотра телевизора. Если вы живете в жарких регионах, заказывать желатиновые витамины по почте – очень сомнительная затея. Ну или заранее смиритесь с тем, что вам придет банка с одним гигантским моновитамином. Никогда не понимал, как девушкам удается краситься в машине прямо во время движения. Но глядя на эту фотографию, я все-таки понял, и мне удается. Этот парень ремонтирует крыши, и он обязан всегда носить перчатки. Сезон загара только начался. Представьте, какая разница между рукой и ладонью будет в конце лета. Любой человек, который жил в субтропиках, подтвердит, что плесенью может покрыться абсолютно все. Даже само средство от плесени может покрыться плесенью. Кто-то решил поиграть в крестики-нолики гвоздем на капоте чужой машины. Ну что ж, крестики выиграли. Вы знаете, как выглядит пицца, которую доставляют вертикально? Ну вот, теперь знаете. Кстати, человек не расстроился, сказал, что пицца все равно была вкусной. Сортировать мусор – занятие не из веселых, поэтому особенно обидно, когда видишь, что в этом нет абсолютно никакого смысла. И все попадает в общую мусорку. Люди один банан нормально почистить не могут, а тут одновременно почистились сразу три, причем совершенно самостоятельно. Мало кто любит уборку на кухне, но когда ее заканчиваешь, то все-таки становится приятно на душе. Если, конечно, в этот момент не уронить на пол пакетик с семенами чия. Кошка в доме – это не только уютное мурчание, но еще и грохот от десятка падающих цветочных горшков, которые ваша кошка обязательно уронит. Смотрите внимательно. Если ваш кабель тоже делает вот так, значит ему не место в вашем доме. Ну или скоро к вам в гости приедут пожарные всей бригадой. Мало кого радует начавшееся лысение, но еще обиднее, когда оно начинается не равномерно, а отдельными участками. Брать еду в постель – это плохая идея. Если вы в этом сомневаетесь, то однажды жизнь сама научит вас этому правилу. Заодно она научит вас, как отстирывать пятна кетчупа с постельного белья. Всего одно фото, но за ним скрывается целая история. Легко можно представить испачканного ребенка и отца, который три часа заливал эту дорожку бетоном и теперь не знает, что делать. Ругаться или отмывать свое чадо, или отмывать и одновременно ругаться. Если ваши соседи покрасили дом в желтый цвет, не спешите расстраиваться. Зато теперь у вас в комнате всегда будет солнечное настроение. Кажется, эта посудомоечная машина возомнила себя духовкой и решила немного запечь грязную посуду до хрустящей корочки. О, похоже, Volkswagen выпустили новую модель машины – Volkswagen «Водяной жук». Это как раз первые полевые испытания. Подразумевается, что эта штука должна была разрезать яблоко на дольки, но у некоторых яблок очень твердый характер. Они не поддаются на такие уговоры. Прежде чем покупать планшет с доставкой, остановитесь и задумайтесь на секунду, стоит ли вам доверять его перевозку к какой-нибудь транспортной компании. Всегда! Слышите? Всегда вовремя кормите кошек! Ну или потом не удивляйтесь, если они погрызут ваш хлеб со всех сторон. Вам знакомо это чувство, когда вам необходимо сдать тест на 80%, но вы сдаёте его на 79,82%. Вроде бы исправился, но пересдавать всё равно придётся. Женщина носила это кольцо на пальце 22 года. Представляете, как обидно вернуться с прогулки и обнаружить, что самый крупный бриллиант просто исчез. Прежде чем пытаться сварить себе кофе, пожалуйста, открывайте глаза. Да, я знаю, что это очень трудно и практически невозможно, но хотя бы один немного приоткрыть необходимо. Ровная бетонная площадка ровно посередине отпечаток лягушки. Через сотни лет археологи откопают вот это место и будут думать, что это был храм лягушки, потому что других объяснений этого отпечатка просто нет. Что может быть отвратительнее, чем доесть салат и обнаружить на дне тарелки живого и бодрого слизняка? Хотя, может быть, он тоже обедал? А вот гусеница в салате – это не так плохо. Подумаешь, дополнительный протеин. Но вот то, что она уже успела нагадить по всей тарелке, вот это уже возмутительно. Никогда даже намеком не показывайте собаке, что можно играть с водосточной трубой, иначе трубы у вас больше не будет. Зато будет довольная собака, что тоже неплохо. Думаете, что косить газон – это совершенно безобидное занятие? А вот и нет. Газонокосилка может запросто сгореть дотла без предварительных предупреждений. Сгоревшая газонокосилка – это, конечно, обидно, но вот это был новенький Макларен. Как говорится, если не видна разница, зачем платить больше? Забывать в сушилке шариковую ручку – плохая идея. Потому что потом вам придется придумывать способ, как отмыть сушилку от чернил, не потратив на это 8 часов своего времени. В комплекте с полкой шли два самореза, чтобы ее повесить. Каковы были шансы того, что один саморез окажется не просто бракованным, а вообще без резьбы? Лопнувшая труба с горячей водой – это всегда обидно, но если прямо под ней стоял здоровенный мешок с собачьим кормом, который теперь размазала по всему дому, это обидно втройне. Машина перестала заводиться по неизвестной причине. Впрочем, в сервисе причина нашлась быстро, в виде целого выводка маленьких крысят, которые перегрызли всю проводку. Даже если вы никогда в жизни ничего не роняли, не ходите с ключами над ливневой канализацией. Вы обязательно их уроните именно в этот момент. Это новенькие, только что купленные пластинки были. После того, как человек споткнулся, это обломки от только что купленных новых пластинок. Даже если вы построите дом в пустыне, где нет ни единого дерева, на крышу все равно может что-нибудь упасть. Например, кран! А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои удивительные фото. Все ссылки можешь найти в описании под видео.